Китай Китай Мир, где сменяются времена года, или музыкальную пьесу, где главную партию исполняют лед и пламень. Оторвавшись от земли, мы взмыли к облакам. Увиденное превзойдет все ожидания. Вы отправитесь в обычно недоступные места. Увидите изумительные картины, которые доступны только сверху. С высоты птичьего полета даже самые знакомые места выглядят по-другому. От близкого мира до далеких поселений, от природы и географии, до культуры и истории. Пятидесятиминутное путешествие в воздухе и небывалый опыт начинаются прямо сейчас. Отправляйтесь на прогулку по небу вместе с нами. Шиньси располагается во внутренних землях Китая, там, где возвышается хребет Циньлин. Это место называется Южный Шиньси. К северу от Циньлина на много километров протянулась Гуанчжунская низменность, которую называют равниной Циньчуань. Еще дальше, к северу, расположены центральные земли лесового плато – северное Шиньси. Наш маршрут начинается в глубине хребта Циньлин. Мы ощутим мощь движения редников в горах Тайбайшань и повстречаем редких животных в горных лесах. Петляя в облаках, мы отыщем следы отшельников. Мы поднимемся на неприступную горную вершину и присоединимся к бросившим высоте вызов. Эта горная цепь простирается с востока на запад на более чем 1600 километров. Она на треть длиннее самой длинной в Европе горной цепи – Альпов. Циньлин возвышается в центре Китая и является естественной преградой. Зимой холодный воздух не может проникнуть на его южную сторону, а горячие потоки летом не достигают северной стороны. Циньлин разделяет Китай на южную и северную части. Гора Тайбайшань – высочайший пик хребта Циньлин. Когда-то здесь была зона вечной мерзлоты, которая была затронута глобальным движением ледников 120 тысяч лет назад. Тогда из-за бедствия погибло множество животных и растений в различных районах. Но в Циньлине, по счастливой случайности, сохранились древние виды. В 1978 году научная экспедиция получила задание найти в Китае пропавший много лет назад вид пернатых – красноногих ибисов. За три года, пройдя 50 тысяч километров, экспедиция обнаружила только три пера. В конце концов, в Шиньси им посчастливилось обнаружить последние семь особей в мире. На земле красноногие ибисы живут уже несколько десятков миллионов лет. Красноногие ибисы любят клевать насекомых на рисовых полях. Люди восстанавливают заливные рисовые поля, чтобы привлечь этих птиц. Сейчас, благодаря защите людей, популяция красноногих ибисов превышает 1700 особей. Самолет продолжает набирать высоту и взлетает во владение больших панд. В Цинлине живет свыше трех сотен диких панд. Поэтому из всех мест мира здесь их встретить легче всего. Живущая в заповеднике большая панда по имени Седьмой Детеныш – единственная особь бурой панды, сохранившаяся в мире. Люди шутят, говоря, что наконец-то у панд появилась цветная фотография. До настоящего времени люди обнаружили всего пять особей бурых панд. И все они жили и живут в горах Цинлине. Возможно, бурый цвет есть только в генетическом коде цинлинских панд. У бурых панд может быть и черно-белое потомство. Поэтому пока неизвестно, какого цвета будет потомство этого детеныша. Мы покинем ареал обитания больших панд и пролетим на высоте 2000 километров над раем для золотистых обезьян. Зима в Цинлине холодная и затяжная. И золотистые обезьяны сталкиваются с проблемой добычи пропитания. Каждый день на рассвете сотрудник, который кормит обезьян, находит места обитания стай и ведет их в место, где в определенное время их кормят. Три раза в день. Но, кажется, золотистые обезьяны предпочитают добывать пищу своим трудом. С наступлением лета в горно-лесистой местности пища становится все более изобильна. И к месту кормежки приходит все меньше обезьян. Однажды чудовище вломилось в уездный городок Фопин. Там поднялась паника. Экстренно прибывший наряд полиции выгонял и в конечном счете прогнал непрошенного гостя в лес. Этим чудищем оказался токин. На самом деле токин не бык. Генетически он ближе к барану. А его крик не отличается от бараньего. Обычно они живут в лесах высокогорных районов. И их не так просто встретить. Мы видим стадо токинов, которые, возможно, вышли на поиски пищи. Токины – это стадные животные. Если вы вдруг встретите одинокого токина, то будьте осторожны. Это токин, которому не посчастливилось в любви. Поэтому он очень раздражен. Наш полет продолжается, и мы достигаем центра Цинлина. Каждый по своему желанию выбирает образ жизни. Здесь шумная городская жизнь превращается в тихую жизнь среди сосен, в объятие облаков. Отшельники, занимающиеся самосовершенствованием, живут в густых лесах гор Джуннаншань. Традиция жить вдали от мира в горах Джуннаншань не прерывалась со времен династий Суй и Тан. 20 лет назад здесь жило несколько сотен отшельников. А в последние годы их число превысило 5000. От центра Цинлина мы отправляемся на северо-восток, к скоплению каменных глыб. Это и есть гора Хуашань. Это уникальное зрелище слившегося воедино гранита, вздымающегося прямо от земли. Гора Хуашань – самая своеобразная гора во всем Цинлине. Многие люди хотят взойти на гору Хуашань, так как в китайских рыцарских романах описано немало канонических битв мастеров Ушу, произошедших на горе Хуашань. Большинство туристов с помощью стального троса могут подняться на вершину. Некоторые предпочитают подниматься на гору по канатной дороге. Любители же пощекотать нервы бросают вызов скалам. Это гора, которую невероятно трудно одолеть. До 7 века нашей эры почти никто из людей не забирался на вершину. Впоследствии даосы выдолбили тропинку, которую в народе прозвали «Единственный древний путь на Хуашань». Двигаясь вдоль реки Вайхэ, мы можем проследить возвышение империи Цинь. Под этим курганом покоится император Цинь-Шихуан и его вечный мир. Перелетев через дорогу Цинь-Джидао и Великую Китайскую стену, мы увидим тщательно спланированные владения империи Цинь. Столетия спустя наступит новая эра процветания при династии Тан. От мавзолея Цинь-Дин до Сианя можно проследить становление города. Здесь сливаются реки Динхэ и Вайхэ. Здесь же родилась поговорка. Вещи ясно отличаются друг от друга, как воды рек Динхэ и Вайхэ. Вода реки Динхэ в зависимости от сезона становится то прозрачной, то мутной. В летнее полноводье, когда в обеих реках высокое содержание ила, трудно определить, где какая река. Зимой, в период малой воды, содержание ила в реке Динхэ снижается до одной тысячной от ила в дождливый сезон. В это время отчетливо видна разница между реками. Река Вайхэ принимает в себя самый большой приток и не спеша уходит на восток, к самой конечной точке, реке Хуанхэ. Для жителей Шиньси Вайхэ является важнейшей рекой не только потому, что это главный приток Хуанхэ, а главным образом из-за того, что за десятки миллионов лет река с огромным содержанием ила намыла равнину площадью 36 тысяч квадратных километров. С давних пор равнину Гуанчжун называли «земля обетованная». Некогда здесь зародилось чудо – Великая империя Циньси. Сегодня по-прежнему продолжают воспроизводить солдат терракотовой армии. В этой мастерской с помощью изометрии изготавливаются копии терракотовых солдат. Самая маленькая фигурка размером всего несколько миллиметров, а самая большая достигает 3,6 метра и выполнена по заказу для киносъемок. Прототипы для копий статуй родом из этих трех больших ям. Почти 8 тысяч терракотовых солдат составляют невиданную подземную армию, порождая фантазии людей об империи Цинь. В полутора тысячах метрах к западу от терракотовой армии есть 87-метровый склон. Это курган гробницы Цинь-Шихуана. Под курганом располагается потаенный подземный дворец. Место, где спит вечным сном император Цинь-Шихуан. Согласно записям сыма Тяня, верхняя часть дворца была инкрустирована сияющими самоцветами имитирующими небесные тела. А ртуть, циркулировавшая по разветвленной сети канавок, была призвана представлять собой реки и озера. На строительство мавзолея ушло 39 лет. В самом разгаре строительства число рабочих достигло 720 тысяч. Общая площадь мавзолея равна площади 63 музеев Гугун в Пекине. С высоты видно, что великая китайская стена династии Мин одержала победу над временем, оставив прерывистый след. А следы стены времен династии Цинь уже трудно отыскать. Нам остается только с помощью развалин стены династии Мин представлять процесс строительства стены во времена династии Цинь в качестве оборонительной системы. Сигнальные вышки на стене передовое средство связи того времени. Когда на границах появлялся противник, на сигнальной вышке загорался огонь. Воины, охранявшие границы, подмешивали в хворост волчий помет. Так дым становился густым, и его трудно было рассеять. Сигнальный огонь, как эстафетная палочка, передавался на далекие расстояния от одной башни к другой. В прошлые эпохи воины, служившие на Великой стене, располагались в таких крепостях неподалеку. На лошадях они могли быстро добраться до стены. В империи Цинь существовала разветвленная сеть дорог. Одна из дорог начиналась в Сяньяне и тянулась до города нынешнего Баутов во внутренней Монголии. Ее протяженность составляла более 700 километров. Прямая дорога Цинь-Джи-Дао и Великая Китайская Стена это два выдающихся объекта, строившихся в одно время. Только одно разделяло, а другое соединяло. Стена защищала от гуннов с севера, а дорога соединяла столицу с приграничными городами. Мы продолжим свой путь и прольем свет на другую блестящую династию. Хозяева Мавзолея Цянь-Лин, императрица У-Дзе-Тянь и ее супруг Тан Гао-Дзун. Это единственное в Китае супружеское императорское захоронение. По двум сторонам дороги в Мавзолее Цянь-Лин стоит 61 статуя. Причины повреждения статуй до сих пор неизвестны. Возможно, это произошло из-за землетрясения, случившегося во времена династии Мин. Прототипом для каменных статуй послужили посланцы из разных стран Европы и Азии. По-видимому, Цянь-Лин действительно обладал притягательной силой. Город известен как Сиань последние 600 лет, но на протяжении 1500 лет до этого город носил название Чаньань, которое было известно всему миру. Большая пагода Диких гусей символическая архитектура Чаняня эпохи Тан. Из-за своего древнего возраста пагоде требуется периодический ремонт. Буддийский наставник династии Тан Сюаньзан возглавил строительство этой пагоды, чтобы хранить в ней канонические книги и изображения Будды, привезенные им из Индии. В те времена большинство строений не достигало 10 метров. Поэтому 60-метровую пагоду, возвышающуюся над Чанянем, было видно с любого места города. Через сотни лет после ремонтов и реконструкций большая пагода Диких гусей стала еще крупнее. Сейчас пагода выглядит так, как она выглядела при династии Мин и на четвертом ярусе сохранились две страницы из канонических книг, принесенных монахом Сюаньзаном. Великий шелковый путь брал свое начало в Чаняне. Здесь шла оживленная торговля. Во времена династии Тан его площадь в семь раз превышала площадь крупнейшего европейского города Константинополя. А во времена процветания населения было больше миллиона человек. Этот главенствующий мегаполис стал истоком культуры восточных городов. Императорский дворец династии Тан некогда был самым крупным в мире кирпично-деревянным дворцовым комплексом. В наши дни его уменьшили до одной пятнадцатой от реального размера и поставили рядом с развалинами дворца Домингун. Некоторые фрагменты дворца Домингун были восстановлены. Например, этот пятнадцатиметровый стилобат, на котором некогда возвышался дворец. Это было важнейшее место для церемоний во времена Танской империи. В таких японских городах, как Киото, Нара и других, сегодня можно увидеть тень Чаняня. Особенно в Киото, который был выстроен по модели Чаняня. Соревнования по марафонскому бегу уже стали визитной карточкой многих городов. Шанхайские марафонские бега сокращенно называют Шанма. Сямэньские называют Сяма, пекинские Бэйма, но сианские называют Чэнма, что значит бег по стене, потому что именно на городской стене проходит марафон в Сиане. Городская стена Сианя претерпевала ремонт при каждой династии. Сегодня мы видим остатки стены эпохи династии Мин. Вдоль стен выстроили круговой городской парк, который окружал место жизни людей. Если развитие большинства городов шло ввысь и вширь, то в Сиане различные эпохи громоздятся на одном пространстве. Когда мы кружимся над городом, перед глазами сливаются следы тринадцати династий, таких как Цинь, Хань, Тан, Мин и других. Современный город на основе традиционной культуры продолжает развитие, подобно молодым листьям и побегам на дереве. В этом путешествии мы увидим, как сильно отличаются пейзажи севера и юга хребта Цинь-Лин. Мы ощутим нежность террасированных полей юга, пересечем Цинь-Лин и посетим поля на севере, вид которых в корне отличается. Взлетев на высокую гору, мы увидим единственное в провинции Шинь-Си природное пастбище. Возвышающийся Цинь-Лин препятствует проникновению водяного пара на север. Здесь берет истоки неисчислимое множество горных рек, которые питают Хандян. Хандян самая полноводная река в Шинь-Си. Больше двух тысяч лет назад на реке Хандян зародилась великая империя Хань. Хань означает китайский и от названия реки Хандян произошли такие слова, как династия Хань, Ханьцы и китайская письменность. Будучи притоком Хандяна, река Сюньхэ, извиваясь, пересекает город. Здесь конечный отрезок пути Хандяна в Шинь-Си. Прорвавшись в ущелье на южном склоне Цинь-Лина, он впадает в равнину течения рек Ян-Зи и Хань-Шуй, занимающую площадь 46 тысяч квадратных километров. Обильное природное богатство равнины Хань-Джун скормлены Хан-Дзянам. Март пора пышного цветения рапса в Хань-Джуне. В Китае каждый год засевается свыше 6,7 миллиона гектаров рапса. Начиная с февраля цветы рапса подобно перелетным птицам покрывают Китай с юга на север. Этот маршрут пересекает свыше 30 широт. Рапс можно встретить хоть в самой южной точке Хайнаня, хоть в самой северной точке внутренней Монголии. Хань-Джунский рапс произрастает близ 32 градусов северной широты. Это полоса цветов, превышающая 2000 километров. Семена рапса, которые выращиваются на этой полосе, занимают четверть от всего мирового количества семян. Благодаря своей огромной территории, простирающейся от севера до юга Китая, провинция Шиньси характеризуется двумя разными климатами и, следовательно, двумя типами террасированных полей. На юге Шиньси обильные речные системы орошают заливные поля. Здесь, как и на большинстве южных полей, выращивают рис. ИНОСТЬ шиньси Продолжение следует...